А спонсор нашего выступления — новый крем для рук, для рук. Крем для рук, для рук, для рук. Мало кто знает, но когда бомжи ругаются... ...вони постепенно превращаются в котов. Это моя кота! Пошёл вон! И они что-то рвы! Да-да-да-да! И я танцую! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Не, мне смысла! А-а-а-а! А-а-а-а! В детстве, приходя в гости к друзьям, нужно было быть готовым абсолютно ко всему. Так, Владичок, включай приставку. Я заработаю встречу, будем с тобой всю ночь на приставке играть. Давай, ты самая лучшая мамка, давай. Привет, мам. Что ты лыбишься, скотина? Там со школы звонили, ты что-то с туалетом сделал. И что, дебила, постоянно до нас до дома водишь? Ты что, не понимаешь, он до нас ходит, только чтобы на приставке поиграть? Привет, Владик. Что ты так редко до нас заходишь? Времени нема, ничего не делаю. Я понял. Может, чуть покушаешь? А я не голубий. Чуть-чуть супчика, ну, коли ты в последний раз жиденький, ну, борщик, да? Хорошо. Капельку копнись, я просто не голоден. Все, скотина, щас жрать попросила! Владичок, ты и борщик. Пробуй. Ну, как? Не соленый. Пробуй. Продолжение следует... Мама, ну что ты творишь? Владик же сын нашего мэра! Владик, а может мы нашего борщика батьку твоему передамо? Чтобы эта скотина наконец-то тротуары начала посыпать! Танцы с пацанами! Сьогодні у нас под ногами не болото и не старый пес. Сьогодні пол. Дерев'яный. Так что будем танцовать, пока гвоздь не повелазят. Пасадобль! Чи як там? Пусть пей! Рома, піднями мене! Дай руки! Шлит не нас, а смс! Ну а для начала немного пофантазируем. Итак, представьте, диспетчер такси «Курица». Алло, девушка, здравствуйте! Можно такси в центр? Куда? В центр! Куда-куда? Ладно, все с вами понятно. Пока! Чтобы привлечь новых клиентов, обычные парикмахерские следуют за трендом и переименовываются в барбершопы. Итак, один из таких барбершопов. Здрасте! Голову покрасьте! Девушка, у вас подстричься можно? Барбершоп и Читадрита будет вам везде побрита. Садись. А курточку куда? Давай. Так, девушка, давайте сверху профилируем, а по бокам уберем. А давайте загадывать не будем, да? Сейчас как получится, так получится. Я еще хотел бороду подровнять. У вас есть опасная бритва? Есть, но она в крови. Так, девушка, что за бред происходит? Я, наверное, пойду. Да стой! Давай голову помоем. Я не буду мыть голову! Да я говорю, мне с ней неделю как чума хожу. Молова не будет. Так, кого будем благодарить, ребят? Владимир, вы же известный человек. Мы подумали, что вам нужна защита телефона от хиткейс. Пожалуйста, это вам. Титановое покрытие. Защитите свой телефон и телефоны своих близких. Не, все круто, парни. Только там ничего нет, посмотрите. Это мы подрежем, не переживайте. Я не думал, что вы будете проверять. Вам что, реально нужно... Семейная пара, которая уже 20 лет в браке, сняла хоум-видео и теперь смотрит его. Ты че, жрешь там? Ты вообще по телефону разговариваешь. Подожди. Ты говоришь обо мне? Ты обсуждаешь меня за моей же спиной? Ты постоянно... Смотри, канал лайк поставь. Ты еще и в сеть это выложил. Да то вконтакте забей, кто там что-то... Я думаю, что про законы. Где-то на Диком Западе. Ха-ха-ха-ха, вот ты и попался, Джонни. Не зря меня называют счастливчик Джонни. Это всего лишь легенда. А, черт! Ты подстрелил меня. Хотя, нет, ты попал в мою счастливую флягу. Ха-ха. А, черт! Опять подстрелил. Хотя, нет, ты попал в мою счастливую бляху. Ха-ха. А, черт! Опять попал... Где она? Где ты? Ты попал в мою счастливую Библию. Да ладно, сколько у тебя этой счастливой фигни? Иди сюда, я тебе обещу. Я извиняюсь, что вы делаете? А вы? Я вообще-то его обыскиваю. А? Извините. Это мой кишкин. Все с тобой понятно, ничего у тебя больше нет. Молись! Ах! Ты попал в мой счастливый трамвайный билетик. Блин, нафига мне вообще нужна? А такой случай произошел с нашим Самандаром в Одессе. Здоровенька булка. Улица Теребасовск. Улица Теребасовск. Улица Теребасовск. Улица Теребасы. Улица Теребасы. Улица Stan Лейбасовск. Руководство UEFA, чтобы повысить зрелищность матчей, решило пригласить комментировать их арабского комментатора. Добрый вечер всем любителям футбола! С вами я, Роман Тимощук, и мы смотрим матч «Шахтер Барселона». Также на стадионе жена Жерара Пике, певица Шакира. «Я Раб-Би, Шакира Ва А-Л-Л-А-Д-А-ти-Дама» «Шакира Ва А-Л-А-да-Х-И-Я» «Шо-вот-злсо» «Ло-вот-злсо» «Шакира Ва А-Л-А-да-…» «Хэм» «Шакира, харам, харам, Шакира» А вот и первая опасная атака. Мяч у Степаненко. Он выходит один на один. Удар мимо. А вот пошла и контратака. Мяч у Месси. Месси обходит одного, второго, третьего. Месси. Месси входит один на один. Удар и гу. Аллах. Месси. 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 Минуточку, походу арбитр матча решил посмотреть видео повтор и он отменяет гол. Ну что ж, друзья, матч закончился, а с вами был я, Роман Тимощук и... Встречайте, гимнастка, которая все еще верит в себя, Николь! Николь подготовила несколько упражнений и сейчас их вам продемонстрирую. Итак, первое упражнение называется «Кувырок вперед». Николь не кушает после шести, потому что седьмое ведро еды в нее тупо не влазит. И следующее упражнение называется «Березка». Николь очень романтическая натура, однажды она влюбилась в водителя Белаза и щебень. Ну а сейчас она покажет вам очень сложное упражнение, называется «Шпагат». «Березка!» «Отбар speech» Субтитры сделал DimaTorzok Ну а сейчас она покажет то упражнение, которое готовила целый год. Субтитры сделал DimaTorzok Мостик! Мы мультики в реальной жизни. Поаплодируйте те, кто смотрел фильм «Космический джем». Капец, вы старые. В мультиках может выступать любой из тренеров. Представьте, Надежда Дорофеева ждет Владимира Дантеса на свидание. Сколько можно его ждать? Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Вова, это что такое? Там на такси дорого. Самый счастливый день Юрия Ткачан. Ура! Я наконец-то нашел ниппель! Стас Баклан попал в капкан. Хи-хи! О, боги! За что послали эту кару мне? Уж близится моя кончина. Быть может, диким зверем буду я растерзан или от голода зачахну на лугу? Браво! Браво! Ха-ха! Я обману тебя, ты только сам! Евгений Кашевой смотрит «Лигу смеха». Ты звал меня, малыш? Женя, что это? Дорогие друзья, а наступная ситуация может статься в будь-якому ЖЭКу? Кто начисляет коммуналку? Ха-ха! Не-не-не! Не-не-не-не-не! Ха-ха-ха-ха! Да-а-а-а! Мужчине, что вы хотите? А где? А я хотел с близка посмотреть, как выглядит сатана. Посмотрелся, вернулись в домобачение. Я тебе сейчас буду стрелять. По-перше, станьте в чергу. Мариночка, а какие они там в черзе, чтобы меня застрелить? 321. О, приходите в березне. Та ты понимаешь, на ту комуналку бахаю я ж, дитка, вся моя семья бахає. А мораль цього номеру така. Неважливо, кто ты, студент, бабка, может дід, и если ты имеешь лечильник, то поставь собі магнит. А батьки завжди радуют успехам своих детей. Випадок в семье. Тату, тату, я выиграл чемпионат Европы по хип-хопу. Синок. Синуля, я ж думал, что ты пропал. Виграв в Европе. Я первый, тату. И что тебе дали? Паспорт Румунии. Ого. А за второе место что было? Суши. То ты не мог какого-то гирьше выступить? Тату, это же Румуния. А это Филадельфия. И что дальше? Ну, я еду на чемпионат света в Москву. Еще одна причина, что нужно было суши брать. Тату, там за перемогу дают 20 тысяч долларов. Едь, сыну. Едь, сыну. Едь, сыну, и избегайся. И когда победишь, поднимешь наш прапор и крикнет. Слава Украине! Тату, есть один нюанс. Какие сыну? Я еду от Румунии. Не было у меня больше сына. 20 тысяч долларов. У меня брат Румун. Едь, брата! Едь, брата, и танцуй, как казаки танцевали хобака. Тату, я спеваю. Бежи, 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 бежи. Бежи, 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 бежи. Син Румунии! Не так, тату! Возьми амулет, он приносит удачу. Он сдався мне от деда. Тату, ты мне ничего не дал. Да и деда камаз сбил. А когда будет и так урок истории Украины в 2050 году. Так, дядьки, проверяем домашнее завдание. Барило, что сделали полезные президенты с 2004 по 2014 годы? Нема что сказать. Сидай 12 баллов. Молодец. Нема что сказать. 13 баллов, Барило. Нема что сказать. Не списывай. Открываем зошиты, записываем новую тему. Украина в период с 2019 по 2024 годы. Период розквиту. В 2019 році наши хлопцы дали відсіч агресору. И Россия теперь великая Дніпропетровская область. Повторите, пожалуйста. Россия, Дніпропетровская область. Кайфуйте, кайфуйте, но не курите. 2020 рік. Украинцы для того, чтобы не делать дороги, переседают на авиатранспорт класу ЛС. Летаю Чаславута. 2021 рік. До Великої Вісинки входят Чернівецька область. Одесска, Винницка, Харківська, Сумська, Житомирська, Львівська і Японія. 2022 рік. Наші хлопці виграють чемпіонат світу з футболу, розгромивши в фіналі збірну Ліхтенштейна. Один-нуль. Дуже потрібний автогол. 2023 рік, знову вибори президента, знову балотується Юлія Тимошенко, але програє Юрію Ткачу. Дуже в нього якась там була вокально-танцювальна програма, інтересно. 2024 рік. Українців знову 52 мільйони. Італійці доглядають за нашими бабусями. Поляки салять в нас картошку. А історики стверджують, що все це почалося з того, що колись на п'ятому фестивалі Ліги Сміхова. Це предсказала команда «Наш формат». Ми того не знаємо. Це історія. Ууу! Знаєте, друзі, якщо команда «Наш формат» вже в сезоні, якось глобально на історію людства це не повпливає. Но, насправдь, для истории Каменцепудийского — это «the best». «The». Наш формат «Счастья и здоровья». Современная молодежь проводит все свое детство в интернете. В наше же время мы развлекались иначе. Здравствуйте, тетя Наташа. Спасибо за осанки. До свидания. Хорошего дня. Подожди. А где Коля? Что уже случилось? Мы были в шапках. Причем здесь шапки? Ну, это чтобы вы сразу не ругались. В общем, мы выбрали самую высокую горку и начали съезжать. На трамплине я выпал в сугроб, а Коля продолжил свой путь. На дорогу. Под КамАЗ. Пролетел под КамАЗом, а там поезд. Господи, с ним все в порядке? Он хоть живой? Да. Он во дворе. А почему он не поднимается? Случилось самое страшное. Он курточку порвал. Я его убью. Николай предупреждал меня, что вы так скажете. Так, пускай немедленно поднимается наверх. Дайте ему пять минут. Зачем? Он со снегом прощается. Наши родители могут справиться с абсолютно любой проблемой. Но иногда есть такие вещи, к которым они просто не готовы. Мама, я тебя люблю. Ты шо уже натворил? Ничего, просто тебя люблю. Все, я звоню отцу. Надя, шо случилось? Толя, спокойно, Толя, 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 Толя. Спокойно тут так вот. Значит так, сыночек. Скажи, пожалуйста, папе то, что Толь сказал мне? Я тебя люблю. Ах ты скотина! Толя, не надо, Толя. Толя, не надо. Все, сейчас мы разберемся. Ты деда медали продал? Нет. Тебе на стройке арматурой голову проломило? Нет. Ты зацепился за поезд и доехал до Николаева? Нет. Я понял. Ты мальчиков любишь. Нет, я вас люблю. Боже мой, горе-то какое! Ты своей любовью мать до гроба доведешь? Мы, семья Хвостенко, говорим слово «люблю» только на футбол и на печеночный торт. Все, мать, давай армейский ремень. Толь, ну может, не надо. Надо, Надя! Пожалуйста, папулечка любими. А надо было раньше думать. Ну почему всегда так? Почему нас с самого детства приучают к тому, что любовь — это боль? А потом мы вырастаем, и нам так сложно сказать эти простые слова. Я тебя люблю. То есть, ты ничего не натворил? Ничего. А мы с мамкой грешным делом. Так, подожди. А где кот? И бабушку люблю. Где кот? И дедушку, и дедушку. Я тоже люблю. Здесь кто-то сказал стендап. Всем привет, привет, всем привет. Меня зовут мама. Ну и у всех так, наверное, бывало, когда рожаешь неблагодарную дрянь. Да? А потом находишь у нее в комнате сигареты. Главное, я говорю, Соня, ну признайся, куришь. Ну скажи честно, маме, ну признайся, мы же подруги. Знаете, так обидно было услышать потом от родной дочери фразу «Женская дружба не бывает». Телефон на сцене, выключи. Это бабушка. Это бабушка. Да, бабушка. Да, покушала. Да, тепло одета. Да, еще не замужем. Так, дай сюда, мама. Да, мама. Да, покушала. Да, тепло одета. Да, уже не замужем. Не звони сюда, я на сцене. Вот и ты, и бабушка, вы все портите. Как ты можешь так говорить? Я заменила тебе мачеху, которой у тебя никогда не было. И вообще, я вижу, ты забыла наш последний разговор. О, сейчас я всем об этом расскажу. Мамы очень часто задают своим дочерям каверзные и слишком личные вопросы. Поэтому их диалог иногда напоминает одно очень известное шоу. Мама будет дочь, дочь будет мама. Мама будет дочь, дочь будет мама. А сейчас, Блиц, я буду задавать тебе короткие вопросы. Тебе не обязательно отвечать коротко. Итак, какую юбку ты наденешь? Чтоб длинно или чтоб коротко? Коротко, конечно. Я сказала, не обязательно отвечать коротко. И, наконец, вопрос, который я задаю всем своим дочерям. Мама, назови три своих лучших парня на сегодня. Мама, ну ты же знаешь, у меня нет парня. Я так и знала. Ну я так и знала. Ну посмотри, ну вон же сколько их. Ну вот, например. Какой хороший мальчик. Мама, мне не нужен мальчик. Я на Лигу Смеха приехала не для этого. А кто сказал, что это тебе? Станислав. Станислав, я так ждала нашей встречи и все думала, что вам подарить. Вы не поверите, у меня для вас Сонины детские рисуночки. Она так рисует, вы не представляете. Смотрите, она нарисовала меня и вас. А вот вы и я вместе идем в кино. Такая фантазерка. А вот мы у вас дома с шампанским и свечами. Такой талантливый ребенок. Мама! Все, все, все. Бажаю здоровья. Перед вами выступает Семенов Микита. 1 батальон 128 окремо гирско-штурмова бригада Закарбатия. Знаете, вы сразу подумаете, как это так, сборная АТО, а я выступаю один. Потому что, знаете, у нас есть своя неофициальная Лига Смеха. Ну, мы ее так называем. И я там чемпион. Я считаю, что наши ребята там, они супергерои. И намного круче, чем Мстители, Люди Икс, Сепары. Потому что, вот представьте себе, вот у нас в Эйдермена, да, каску надеть и бронежилет. Так он на второй этаж на этой паутине не то, что не выпрыгнет. Он пешком туда даже не сможет подняться. Знаете, Ласточкина почему нету в жюри? Повесточка. И вы не подумайте, что у него, может, какие-то проблемы есть со зрением. Такие люди в штабе нам нужны. У нас там и игры, и приколы, и танцы со звездами в погонах. Владимир, можно я попрошу вас? Да. Да, да, да. И вам еще привез я вот тут вот такая штука, называется солдатская тушенка. Ложечку, две, прямо сейчас если съедаете, то сразу всех обгоняйте в предвыборной гонке. Спасибо. Спасибо. И в его лице всем ребятам, всем нашим бойцам громкие аплодисменты. Дякую ему. Ну и за подарок. Да. Слава Украине! Героям. Спасибо.